Всем привет, ребята! Вы на канале АМЭФ ФИЛМС. День сурка. Одна из серий сверхъестественного. Нет, это другие фильмы. Но всё же здесь есть кое-что общее. Например, как «Временная петля». У микрофона Марк, и это пересказ кинофильма «Карта совершенных мгновений». Молодой парень Марк начинает свой обычный день. Он видит отъезжающий автомобиль матери. За завтраком он встречается с отцом и младшей сестрой Эммой. Он произносит фразы одновременно с сестрой. Предугадывает, когда тостер должен дать сигнал о готовности. И не глядя, подсказывает отцу верное слово в кроссворде. После он садится на велосипед и едет по окрестностям. Он точно знает, когда и где что-то должно произойти. Парень подсказывает незнакомцам дорогу. И где лежат ключи от машины прежде, чем его успевают задать вопрос. Он покупает лотерейный билет, заранее зная, что выиграет. Посмотрев на часы, Марк в очередной раз предугадывает происходящее. И не даёт девушке свалиться в бассейн. После они вместе отправляются на прогулку. Проводив новую знакомую до дома, парень продолжает свой привычный маршрут. Отработанными движениями он через окно пробирается в комнату друга Генри. Марк спрашивает у друга, что бы тот сделал, если бы каждый день для него повторялся. Генри фантазирует о том, как бы он стал использовать свою способность для того, чтобы кадрить девчонок. Сам Марк, который как раз попал в такую временную петлю, хочет творить добро для общества. Ровно в полночь день парня заканчивается. А утром всё начинается сначала. Как герой фильма «День сурка», юноша учится играть на трубе, берёт уроки рисования и водит бульдозер. Нежданно. Но однажды всё пошло не так. Сидя у бассейна и выжидая момента, когда девушка должна упасть в воду, незнакомка перехватывает мяч и уходит. В следующие дни он начинает наблюдать за этой девушкой. Марку не удаётся догнать её, она всё время ускользает. Но парень не сдаётся и продолжает попытки. В один из дней ему всё же удаётся найти незнакомку. Маргарет, так же как и он, попала во временную петлю. Подростки делятся своими ощущениями и рассказывают, что они делают в этот день. Девушка учится водить машину. И даже если она что-то разбивает, на следующий день есть возможность всё сделать заново. Марк начинает показывать девушке смешные моменты, которые он успел подсмотреть бесчисленное количество раз. Прежде чем уйти, Маргарет оставляет парню свой номер. Перед сном он постарался запомнить номер, ведь утром все записи из телефона исчезнут. В следующие дни Марк отправляет девушке свои фотки с... 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 Молодые люди рассказывают друг другу, какие сумасшедшие поступки они совершали после того, как поняли, что попали во временную петлю. Маргарет мечтает стать аэрокосмическим инженером. Она рассказывает об этом, видя машину. Девушка угнала эту машину. Марк сожалеет, что застрял в обычном дне, а не в каком-то особенном. Теперь Маргарет показывает молодому человеку интересные вещи, которые она успела заметить за то время, пока находится здесь. Они приезжают на озеро и наблюдают момент, когда птица выхватывает из воды рыбу. Проведя день вдвоем, подростки разъезжаются по домам. Марк надеется на новую встречу. Ночью, за несколько секунд до полуночи, спрыгивает с крыши дома. Но ничего не происходит, ведь ровно в полночь все возвращается вспять, и парень просыпается в том же дне и в той же постели. В новом дне молодые люди наблюдают за скейтбордистами. Маргарет, попав в петлю, пытается найти пропавшую собаку. Она узнала о ней из объявления на столбе и решила сделать что-то полезное для людей. Девушка практически опустила руки от безуспешных поисков. Марк хочет поднять подруги по несчастью настроения, и они отправляются кататься на асфальтоукладчике. Парень расспрашивает новую знакомую о Джарарде. Он звонил Маргарет в их прошлую встречу. Девушка рассказывает о нем. Он студент медицинского колледжа, но она не уточняет, кто он для нее. За обедом в кафе подростки обсуждают причины возникновения временных петель. Марк предполагает, что это четвертое измерение, которое согнулось в дугу и образовало аномалию. Маргарет спорит и приводит свои доводы. Девушка собирается уходить. Прощаясь, Марк почему-то чувствует, что больше никогда ее не увидит, но подруга отшучивается. Он предлагает найти все идеальные моменты, которые есть в их городе. Маргарет колеблется, но в итоге соглашается. Подростки снимают наличные и отправляются в магазин. Они подкладывают купюры в корзины незнакомых людей и в случайные книги. При этом продолжают обсуждать временные аномалии. Поиск идеальных моментов начался. Первым стала огромная автомобильная пробка. Байкеры остановили движение, чтобы маленькая черепашка смогла перейти дорогу. Далее – радостный танец пожилой женщины, которая смогла обыграть мужа в карты. Она так искренне радовалась победе, что молодые люди решили внести это в событие, в свою карту идеальных моментов. Днепленников временной петли стали проходить более ярко и интересно. Необычная картина из листьев на болоте, клевер с пятью листами, невероятно красивая игра на рояле в исполнении обычного уборщика, облака в форме вопросительного знака и многое другое. Девушке звонит Джерард, и она спешно собирается домой. Вечером Марк разговаривает со своим отцом. Когда до полуночи остается несколько секунд, он показывает отцу огромную татуировку на турсе, чем повергает мужчину в шок. На этой шалости день парня вновь обрывается и переходит в новое начало. Проснувшись утром, подросток ищет в сети информацию о Джерарде. Позже, тусуясь у Генри, он рассказывает о Маргарет. Ему непонятно, почему каждый вечер ровно в 6.00 девушка уходит домой. Друг советует устроить свидание. Марк устраивает в спортивном зале имитацию космического корабля и открытого космоса. Девушка в восторге, ведь она мечтает работать в НАСА. После они отправляются домой к молодому человеку. Марк застрял в том дне, когда его мама работает допоздна. Поэтому он может видеть только ее отъезжающую машину изо дня в день. Он признается, что это его очень расстраивает. Маргарет уходит от ответа на вопрос о своих родителях. Рассматривая карту идеальных моментов, которую нарисовал Марк, парень пытается поцеловать девушку. Она уклоняется и говорит, что они могут быть лишь друзьями. Следующий день Марк проводит в депрессивном состоянии. Он хамит отцу и разговаривает по душам с сестрой. От Эммы парень узнает о проблемах отца и матери. Оказывается, отец не уходил с работы, его просто уволили. А мама злится из-за этого, но старается держать эмоции при себе. Пессимистический настрой Марка продолжается и при встрече с Маргарет. Бродя по городу и делая вещи, которые они уже переживали уже тысячи раз, подростки ведут беседу. Марк перечисляет плохие стороны, а Маргарет старается опровергнуть его слова и ищет положительные моменты. Девушка ведет его в дом, выставленный на продажу. Подростки отрываются по полной, круша все, что попадается им под руку. Выплеснув всю энергию, Марк предлагает попробовать вырваться из петли. Он предлагает улететь куда-то подальше. После недолгих размышлений Маргарет соглашается. Подростки собираются полететь в Россию, в Токио, чтобы переместиться в другой часовой пояс. Сидя в самолете, девушка одолевает сомнения. Воспользовавшись тем, что Марк дурачась надел маску для сна, Маргарет сбегает, оставив сообщение, в котором желает парне удачи. Юноша с трепетом наблюдает за тем, как самолет пересекает часовой пояс. Но это лишь стало сигналом о том, что день закончился. Марк просыпается в своей постели в том же самом дне. Он не убегает из дома, как обычно, а присоединяется к завтраку. Отец радостно рассказывает сыну о своей книге. Позже они отправляются на игру Кэмми, которую за все это время пребывания в петле он так и не посетил. Позже Марк подбрасывает выигрышный билет незнакомой женщине и наблюдает за ее реакцией. Парень ходит по местам его карт идеальных моментов и принимает в них участие. Он наблюдает за тем, как люди испытывают искреннюю радость. Пытаясь научиться кататься на скейте, он падает и попадает в больницу. Там Марк случайно замечает Маргарет. Он следит за девушкой и видит, что она направляется в палату, где лежит ее умирающая мать. Джерард – это лечащий врач. Девушка вынуждена изо дня в день переживать этот момент. Именно поэтому она всегда убегает в одно и то же время. Утром Марк просыпается и бежит к машине матери, чтобы просто ее обнять. Маргарет, также проснувшись утром, бродит по городу. Она находит потерянную собаку и вместе с ней идет к другу Марка – Генри. Девушка рассказывает о временной аномалии и, как ни в чем не бывало, садится играть в компьютерную игру. Но неожиданно ее осеняет какая-то догадка, и она убегает. Она идет по всем местам, которые они отмечали на карте, и делает какие-то пометки в блокноте. Сделав расчеты и соорудив новую карту, Маргарет видит, что для подтверждения ее теории не хватает одного идеального момента. Этот момент должен произойти в 19.00. В это время девушка обычно сидит у матери в больнице, чтобы провести последние минуты ее жизни вместе. А в следующий день она все же идет к тому месту, где должен случиться недостающий идеальный момент. Маргарет видит Марка. Парень грустит у бассейна. Он признается, что видел девушку в больнице. А девушка признается, что лишь сейчас поняла, почему Марк появился в ее жизни. Когда придет время двигаться дальше, она не останется одна. Ровно в 19.00 она целует парня. Остаток дня Маргарет проводит рядом с матерью. За несколько минут до полуночи Марк и Маргарет вышли из здания больницы, держась за руки. Они стоят под дождем, который начался сразу же после полуночи. Для них наконец-то наступило завтра. Конец прекрасного фильма. После всего трэша, что я пересказал, и после всех этих ужастиков, этот фильм оставляет очень приятные впечатления. Надеюсь, вам тоже понравился пересказ. Огромное спасибо, ребята, за просмотр. Ставим большие пальцы вверх, подписываемся на канал. И, конечно же, как всегда, комментируем. И, кстати говоря, огромное спасибо всем за поддержку. Нас сто тысяч! Это сто тысяч, Карл! Сто тысяч! Смотрите замечательные фильмы вместе с АМФ Филмс. Пока-пока.